Добрый день всем юным любителям физики. Меня зовут Александр Мисуркин. Добро пожаловать на борт Международной космической станции. Давайте вместе посмотрим, как можно контролировать движение жидкости в невесомости. У нас есть наша капля. Попробуем с помощью зеркала перемещать каплю. Вы видите, первое же касание привело к тому, что капля села на поверхность зеркала. Гидрофобная площадка. Контролировать не получилось, но в данной ситуации к нам на помощь придет специальная гидрофобная площадка. В невесомости вода приобретает форму шара за счет сил поверхностного натяжения. Первое соприкосновение с гладкой поверхностью заставит этот водяной шар прилипнуть. А если взять водоотталкивающую поверхность, гидрофобную площадку, каплей можно управлять, даже играть в теннис. Практически настольный теннис в невесомости. Чем больше шар воды, тем сложнее им управлять. Силы поверхностного натяжения от размера капли слабеют и могут разорваться. Вот наша мелкая капля. Практически не меняет форму, остается маленьким мячиком. Большая капля так меняет форму и рвется, да, и прилипает, и рвется. А маленькая вон, хоть настольный теннис играй. Так что же собой представляет эта секретная гидрофобная площадка? Это водоотталкивающая поверхность, которая с успехом применяется на земле, особенно в условиях воды, грязи и снега. Специальный состав наносит на поверхность транспорта обуви и одежды, чтобы защитить от избытка влаги. В невесомости гидрофобная поверхность также нужна. Мы с вами посмотрели, как можно управлять каплей жидкости в невесомости с помощью гидрофобной площадки. Но это далеко не единственный способ управления. А что если нам с вами привлечь на помощь силы электростатики? Для того, чтобы создать электростатическое поле, нам с вами потребуется пластиковая трубочка для коктейля и листочек бумаги. В созданном нами электрическом поле нейтральный объект поляризуется, то есть его заряд смещается, в результате чего капля начнет притягиваться к трубочке. Проверим. Космонавт создает электростатическое поле путем трения пластиковой палочки о поверхность бумаги, тем самым заряжая частицы, создавая электрический заряд. Когда капля воды окажется вблизи заряженной палочки, станет видно проявление электростатической силы, проявление закона кулона. Вода притягивается к палочке и может так следовать за ней долгое время. Как вы думаете, сила кулона действует только на жидкость или нет? Проведем тот же самый эксперимент вот с этим великолепным пенопластовым шариком. И снова космонавт заряжает палочку, буквально натирает ее бумагу. Электростатическая сила в действии. Электростатическое взаимодействие по своему проявлению очень схоже с проявлением действия сил гравитации, но по своей силе значительно уступает им. Поэтому в повседневной жизни проявление электростатики не так заметно. Однако инженеры и ученые нашли способ применить данные природные силы на пользу обществу. Пример тому самый обычный лазерный принтер, который есть у многих даже дома. И в космосе, и на Земле принцип работы лазерного принтера основан на электростатике. Фотобарабан принтера, вращающийся вал, заряжается, то есть в нем создается электрическое поле, которое притягивает к себе краску из картриджа. Лазерный луч намагничивает те участки фотобарабана, на которые должна попасть краска. Ну и на закуску. Знали бы вы, сколько я уже промутывался с этими шариками, палочками, трубочками. Друзья, это все, что я хотел сегодня вам рассказать и показать. Учите физику и другие науки, ведь это так интересно. Командир 54-й экспедиции на Международную космическую станцию Александр Несуркин. Всем привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова